Еще одно средство для ухода за зоной вокруг глаз, которое у меня есть, это вот такое вот средство от американской марки Dermalogica, это Total Eye Care, в котором еще содержится SPF 15 и также он немножечко тонирующий, он тоже с дозатором, он такого чуть-чуть розоватого цвета, со светоотражающими частичками, то есть это вот такое вот средство универсальное 2 в 1, это и уход, и некий визуальный эффект для ваших глаз. То есть светоотражающие частички, то есть что мы делаем, мы вот так вот распределяем и аккуратненько вот такими вот движениями массируем весь крем, вашу зону вокруг глаз, пожалуйста не ленитесь потратить на это лишнее небольшое количество времени для того, чтобы аккуратненько промассировать эту зону, провести немножечко дренажную процедурку и тогда у вас не будет никаких проблем ни с морщинками, ни с отеками. Что по поводу этого крема? Честно говоря, я не очень люблю средства 2 в 1, я считаю, что уход должен быть уходом, он должен быть хорошим, он должен быть сильно действующим, зона вокруг глаз это та зона, в которой как раз необходим очень сильно активный уход, а декоративные средства, которые со светоотражающими частицами, это уже отдельная история, это та история, которая относится больше к декоративной косметике, она создает визуальный эффект, поэтому, честно говоря, данный крем, несмотря на то, что он у меня есть достаточно давно, я им все это время не очень активно пользовалась, потому что, опять же, как я уже сказала, я считаю, что уход должен быть уходом, а декоративная косметика это декоративная косметика. Средства 2 в 1, типа шампунь-кондиционеры, я не очень люблю и не очень признаю, потому что есть у меня подозрение, что и одна, и вторая функции, они несколько приглушены, и полноценно они не реализуются в данном препарате. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Если ошибаюсь, если вы знаете замечательные средства, в которых данные две функции сочетаются, пишите мне, пожалуйста, внизу, я с удовольствием прочитаю ваши комментарии и с удовольствием попробую то, чего я еще не пробовала, и узнаю что-то для себя новое и интересное. Если мы говорим, в первую очередь, о декоративном эффекте, то есть о таком волшебном консилере со светоотражающими частицами, в состав которого входит достаточно активный уход, это вот такое вот средство от марки Excellence. Пару месяцев назад я его купила в Duty Free, это Eye Brightening Corrector со специальным активным комплексом. Это средство в объеме 7 грамм, оно очень маленькое, но с такой вот очень красивой тубе, оно, собственно, выглядит действительно как корректор, вот с помощью этой кисточки вы наносите средство непосредственно на зону вокруг глаз, и потом, как я уже показывала, вот такими вот притамповывающими движениями пальчиком распределяется данное средство, оно беленькое, почти прозрачно, и в нем мелкие-мелкие-мелкие светоотражающие частицы, это средство помогает чуть осветлить зону вокруг глаз и чуть ее подсветить. Поэтому, если вдруг у меня нет времени сделать макияж, у меня совсем нет времени, у меня просто есть там 30 секунд для того, чтобы что-то сделать со своим лицом и выскочить на улицу, я быстро-быстро-быстро наношу данное средство на зону вокруг глаз. Также, если у меня совсем-совсем нет времени, я могу чуть-чуть его нанести на подбробное пространство, на зону скул, на спинку носа, на галочку над верхней губой и чуть-чуть на подбородок, как некие зоны высветления, и периодически использую его как очень такой вот нейтральный, практически невидимый глазу хайлайтер, что тоже очень-очень эффективно. Также, если говорить об уходе за зоной вокруг глаз, мне очень-очень нравятся вот такие вот два малыша лямер. Они со мной, как правило, ездят в поездки, видите, я их на самом деле уже практически зарасходовала, это два малыша, первое это The Illuminating Eye Gel, это вот такая вот беленькая туба, ну, малыши эти совсем малыши, они оба малыша в объеме 3 мл, это подсвечивающий The Illuminating Eye Gel, я его использую, как правило, по утрам для того, чтобы мою кожу немножечко увлажнить и подсветить. А вот этот вот зелененький, это The Eye Concentrate, это концентрированный уход для зоны вокруг глаз, он уже более сильный, и я его, как правило, наношу в вечернее время перед сном. Если я еду в какую-то поездку с одной или с двумя ночевками, то я не везу свои полноразмерные баночки, я везу с собой вот такие вот два малыша лямер, и они мне очень-очень помогают в уходе за моей зоной вокруг глаз. Почему не покупаю полноценные продукты, объясню, потому что вот этот вот крем, он полноразмерный, вот в такой вот круглой баночке без дозатора, я не очень люблю подобные контейнеры для хранения кремов, потому что открывая банку, содержимое данной баночки взаимодействует с кислородом, что не очень хорошо сказывается на качестве крема, поэтому подобные тубы я стараюсь не выбирать. Я все-таки предпочитаю, чтобы все мои крема находились в контейнерах с дозаторами, и я получала ровно столько крема, сколько надо, весь остальной крем, чтобы находился без контакта с кислородом, что, на мой взгляд, продлевает его жизнь. Ну, это не только на мой взгляд, на самом деле это на взгляд большинства косметологов профессиональных. А вот этот вот крем, он существует как раз в достаточно правильной упаковке, с дозатором, но, честно говоря, у него основная функция, я читала про него более подробно, и как крем на один-два дня он меня очень-очень устраивает, но как основной уход я пока не готова на него перейти, потому что в нем все-таки достаточно сильная функция вот этого вот подсвечивания, и я предпочитаю, чтобы в моих основных кремах в первую очередь была функция именно ухода. Также, если говорить об уходе за зону вокруг глаз, я хотела бы вам коротко рассказать о двух кремах, которых сейчас у меня в наличии нет, но которыми я пользовалась и которые мне очень-очень понравились. Первое это крем для зону вокруг глаз от Dr. Seba, он вот в такой вот маленькой тубе, он в объеме 15 мл, в марке Dr. Seba есть два основных крема для зоны вокруг глаз, не в возрастной линейке, а в линейке для молодой кожи и для кожи среднего возраста, там есть два основных крема для зоны вокруг глаз, один для увлажнения зоны вокруг глаз с гиалуроновой кислотой и коллагеном, и второй для уменьшения припухлости, вот тот, который для уменьшения припухлости, я не пользовалась, он мне не нужен, потому что, как таковых мешков под глазами и припухлости, и отечность у меня не бывает, А вот тот, который для увлажнения с гиалуроновой кислотой и калагеном, мне очень и очень понравился, и я надеюсь, что у меня будет возможность еще раз его приобрести и наслаждаться его эффектом. Данный крем очень и очень рекомендую, он правда замечательный, хотя на данный момент при нынешнем курсе, честно говоря, цены на него очень и очень кусаются. Еще один крем для глаз, о котором я бы также хотелось рассказать, который у меня недавно закончился и которым я очень и очень довольна, это крем от немецкой марки MBR Medical Beauty Research. Называется марка, у меня остался вот такой вот проспект от этой марки, и у меня был вот этот вот крем, сейчас я вам попробую показать, чтобы было видно. Это эффективный крем для глаз от морщин. Он вот в такой вот баночке был, он был также объемом 15 мл, с дозатором, очень приятная, очень мягкая эмульсия, такого слегка коричневого цвета, которая также аккуратненько наносится на зоны вокруг глаз, и он увлажняет, питает, борется с первыми морщинками, выравнивает, уменьшает темные круги под глазами, питает кожу, препятствует образованию гусиных лапок и заломов, и он мне очень нравился как мой дневной базовый крем. Вот после того, как он у меня закончился, я перешла на Хиалуце от La Roche-Posay. Его я тоже с полной уверенностью могу вам рекомендовать, потому что продукт правда достойный, и продукт правда хорошо и хорошо работает. Что касается ухода за зоной вокруг глаз, сейчас те крема, которые у меня есть, они у меня заканчиваются, я нахожусь в поиске какого-то нового крема для ухода за зоной вокруг глаз, я буду очень благодарна вам, если вы мне напишите о своих любимых кремах по уходу за зоной вокруг глаз, пожалуйста, рассказывайте мне о том, как вы ухаживаете за вашей зоной вокруг глаз, пожалуйста, пишите комментарии внизу, если вам нравится, ставьте пальчики вверх, не забывайте подписываться на мой канал, и до скорых встреч, пока-пока-пока!